всем привет вам тоже нравятся такие румяные и хрустящие круассаны тогда скорее смотрите ролик до конца расскажу как мы приготовили три огромных обалденно вкусных круассана с разными начинками все началось со слоеного теста холодному молоку вливаем горячую воду всыпаем сухие дрожжи перемешиваем чтобы они соединились с молоком и водой всыпаем соль затем добавляем сахар перемешиваем настало время всыпать просеянную муку всыпаем частями замешивая тесто оставшуюся муку высыпаем на поверхность и начинаем вымешивать тесто руками постепенно начинаем добавлять тесто сливочное масло оно должно быть мягким комнатной температуры вымешиваем тесто чтобы оно стало однородным и не липло к рукам миску смазываем сливочным маслом и перекладываем в нее тесто накрыв пленкой убираем тесто в холодильник минимум на 4 часа я же оставила тесто на ночь также нужно подготовить слой масла для теста для этого берем пергамент и выкладываем на него кусочки масла заворачиваем со всех сторон и раскатываем скалкой слой масла в пергаменте должен быть очень тонким пару миллиметров такие вот заготовки получились спустя время достаем пергаменте тесто с холодильника и раскатываем на длину заготовок из масла выкладываем сливочное масло и накрываем слоем тесто запечатываем масло скалкой как на видео и немного раскатываем складываем края теста к центру немного раскатываем скалкой и складываем тесто пополам таким образом у нас уже получилось 8 слоев немного придавливаем скалкой чтобы потом было проще раскатывать тесто заматываем в пергамент и убираем в холодильник на час спустя час достаем тесто с холодильника присыпаем мукой и опять раскатываем и складываем несколько раз как на видео формируя слои снова убираем на час в холодильник спустя час начинаем раскатывать тесто оно должно быть толщиной примерно 4 миллиметра сначала вырезаем треугольник для самого огромного круассана делаем надрез и сворачиваем наш гигантский круассан он будет для папы из остатков теста делаем круассаны поменьше для дочки и для маминого круассана пришлось сделать еще одну порцию слоеного теста накрываем круассаны пленкой и оставляем на час они должны увеличиться в два раза смешиваем яйцо с молоком и смазываем круассан для салатистой корочки выпекаем сначала при 200 градусов 20 минут затем еще 20 минут при 170 градусов не простое дело испечь огромный круассан радует что они пропеклись внутри и с хрустящей корочкой самый огромный круассан для папы будет с начинкой цезарь приготовим соус к желткам выдавливаем немного лимонного сока взбиваем и добавляем горчицу нарезаем помидоры черри огромный круассан разрезаем аромат невероятный внутрь выкладываем сочные листья салата поливаем немного соусом следующий слой румяная пряная курочка и кольца помидоров черри еще немного соуса и сочный круассан готов круассан для мамы будет с рыбкой и авокадо попалась отличная спелая и красивая круассан для мамы по моему не особо меньше за круассан для папы ну а что кто откажется от такой вкуснятины выкладываем листья салата и кусочки авокадо затем слабосоленую рыбку уже слюнки текут какой ребенок откажется от сладкого именно поэтому для дочки мы решили приготовить круассан с нутелло и бананом банан нарезаем кольцами щедро смазываем круассан нутеллой и выкладываем бананы вкуснотища размеры таких круассанов впечатляют какие же они получились вкусные не передать словами а какой из круассанов выбрали бы вы напишите в комментариях мне будет очень приятно если вы поставите лайк и подпишитесь на канал до новых встреч друзья я Продолжение следует...